Всем привет, это Татьяна Чувильчикова, я психолог и психотерапевт, и вы на моем канале снова, чему я очень рада. У меня вышел ролик в прошлом месяце на тему простых эмоций, базовых эмоций. И вот в конце этого ролика я, собственно, задавала вопрос, хотите ли вы услышать про сложные эмоции отдельный ролик. И много было пожеланий записать продолжение, вот сегодня я представляю вам продолжение этого ролика, то есть разговор про сложные эмоции. Ссылку на предыдущий ролик я оставлю в описании, поэтому вы можете, если еще не видели, посмотреть сначала первый ролик, а потом вернуться к этому. Поэтому поставьте лайк, если вам интересна данная тема, подпишитесь на канал, если еще не подписались. И давайте начинать! Собственно, я еще раз хочу здесь повторить, что знание и понимание своих эмоциональных процессов – это необходимая нам такая функция, без которой мы не можем адекватно регулировать свое эмоциональное состояние, свое поведение, свои отношения с другими людьми и так далее. То есть только когда мы хорошо понимаем себя, мы можем, во-первых, эффективно себя регулировать, во-вторых, достаточно успешно справляться с этой жизнью, и, в-третьих, строить комфортные, приятные нам отношения с другими людьми. И вот мы сегодня поговорим с вами о такой важной нашей функции, как сложные эмоции. Я сегодня буду говорить об определенном списке сложных эмоций, на самом деле их намного больше, но рассказать про все это займет у нас много-много часовой эфир. Поэтому мы можем поговорить про другие какие-то эмоции в прямом эфире, например, да, потому что у меня прямые эфиры по выходным проходят, тоже присоединяйтесь, всех приглашаю. Но вот давайте начнем. Я выбрала определенное количество сложных эмоций, которые мы сегодня обсудим. Это такие эмоции, как амбивалентность, бессилие, потом у нас будет влюбленность, доверие, также мы поговорим про жалость, про зависть, про любовь, естественно, обязательно, также про ненависть, обиду и одиночество. Это такие самые частые, распространенные и самые сложные, что ли, для нас переживания. Вот давайте мы их обсудим. Если мы с вами начнем говорить про амбивалентность, то вообще это одно из самых трудных переживаний для нашей психики. Для проживания амбивалентности нам требуется достаточная степень психической зрелости. Она достигается не сразу, ну то есть, например, маленькие дети не могут проживать амбивалентные чувства сразу, им нужно до этого дозреть. Что же это такое? Это про то, когда мы проживаем одновременно противоположные чувства к одному и тому же объекту. И в этом смысле мы можем одновременно испытывать чувства какие-то направленные на отдаление от объекта и при этом ощущать чувства, направленные как на сближение с этим объектом. Например, мы можем очень злиться на кого-то и при этом удерживать в сознании свою собственную привязанность к этому человеку. Мы можем быть очень обижены и при этом находить в себе силы, ну как бы не обесценивать другого тотально, не впадать в ненависть, а еще и обнаруживать какой-то другой полюс. Мы можем видеть в человеке как недостатки, так и достоинства. То есть у нас, в принципе, мир амбивалентен, мы все амбивалентны, и вот когда мы научаемся не впадать вот в эти крайности, в идеализацию и обесценивание как себя, так и других, когда мы учимся наблюдать вот эти полярности одновременно и как будто бы искать вот эту середину, в этом смысле тогда наша психика становится достаточно зрелой. И вот эта амбивалентность – это очень важная функция для того, чтобы мы могли спокойно, органично, ну как-то в этот мир вообще встраиваться. И амбивалентность по отношению к себе, в том смысле, что я не плохой человек и не хороший человек, а я вот просто нормальный человек, у которого есть и достоинства, и недостатки, и успехи, и неудачи, есть тот, кому я нравлюсь, есть тот, кому я не нравлюсь и так далее. То есть вот это тоже такая способность, вот эту амбивалентность проживать, как свою, так и других людей. Тогда мы перестаем искать идеал, тогда мы пытаемся, ну как будто бы искать вот эту середину, мы понимаем, что нет ничего абсолютно хорошего и абсолютно плохого, и можем смотреть на вещи с разных сторон. Дальше мы с вами переходим к такому очень непростому чувству, как бессилие. Если мы попробуем определить, что такое бессилие, это такое сложное переживание, которое олицетворяет собой признание в реальности соотношения сил. То есть когда я признаю, что мои силы недостаточны для чего-либо, что я поставил себе непосильную задачу или ситуация требует от меня каких-то возможностей или усилий, которые мне недоступны, когда кто-то сильнее меня, больше меня, не знаю, агрессивнее меня, или когда в мире происходит что-то или вокруг меня что-то, что я не могу изменить, что-то, на что я не могу повлиять. Допустим, я не могу влиять на волю другого человека, на выбор другого человека, на мысли другого человека. Или есть что-то внутри меня, на что я не могу влиять прямым образом. Или происходит какая-то утрата, да, и я не могу вернуть то, что было, и так далее. То есть это вот такое сложное переживание, которое олицетворяет собой на самом деле отказ от всемогущества, признание собственных ограничений и ограниченность своих возможностей. То есть вот такое признание соотношения сил, что есть что-то, где я сильнее, а есть что-то, что я преодолеть не могу. В этом смысле бессилие, если оно невозможно, если человек не может его проживать, он заменяет это яростью или стыдом, или какими-то другими чувствами, которые, ну, позволяют ему не признавать собственные ограничения. Или он там заменяет это надеждой какой-то беспрерывной, да, вечно длящейся и сопровождающейся бесконечными попытками сделать невозможное. Вот в этом смысле бессилие очень ценное чувство, которое олицетворяет для нас контакт с объективной реальностью, как своей внутренней, так и внешней. Следующее переживание – это доверие. Доверие – это такая штука, которая очень важна для отношений с миром, отношений с собой и отношений с другими людьми. В отношениях с другими людьми мы говорим о том, что доверие – это, ну, не такое вот как будто бы тотальное вручение себя другому. Доверие – это такая уверенность в том, что с другим человеком у нас может происходить честный, взаимовыгодный обмен. И в этом смысле, если мы говорим о доверии, то это значит, что я могу и брать, и давать в отношениях с другим человеком, и это будет выгодно обоим, и тогда мы говорим о состоянии такой, что ли, взаимозависимости, если хотите, да, когда я полагаюсь на другого в чём-то, и при этом другой полагается на меня в чём-то. Вот там возникает у нас доверие. В этом смысле доверие предполагает способность как брать, так и давать. То есть если я не умею брать, я не могу доверять другим людям, и если я не умею давать, я тоже не могу доверять другим людям, да, потому что я всегда буду опасаться или что мне не дадут, или что у меня возьмут слишком много, да, такое. Дальше жалость. Жалость – это такая интересная штука, которая, ну, часто путается с, ну, знаете, с такой здоровой поддержкой, потому что жалость – это такой заменитель нежности, который при этом унижает другого через снисходительность к нему. То есть жалость говорит о том, что мы другого воспринимаем как беспомощного, как, ну, неспособного что-то сделать. Мы как будто бы обесцениваем его возможности, обесцениваем его ресурсы внутренние, и вот мы начинаем его жалеть и инвалидизировать. Если же мы говорим о жалости, которая предполагает, с одной стороны, как будто бы сострадание и возможность помогать и поддерживать, но, с другой стороны, мы не обесцениваем возможности и ресурсы другого человека и даем ему, ну, как бы место для того, чтобы он их использовал, эти свои ресурсы, тогда, ну, можно называть это какой-то здоровой жалостью, если хотите, или какой-то адекватной поддержкой, или какой-то здоровой помощью и так далее. Но вот по умолчанию, как будто бы жалость, да, это что-то такое, что унижает другого, потому что обесценивает его силы. Вот так это чаще всего используется. Дальше жадность. Жадность – это такая штука очень интересная, потому что как будто бы предполагается, что жадный человек, он испытывает постоянный голод, он испытывает как будто бы постоянный дефицит. И на самом деле жадность – это такое переживание, где у нас насыщение игнорируется. То есть на самом деле насыщение уже давно произошло, человек уже давно всё получил, никакого голода он на самом деле не испытывает, но он игнорирует насыщение. То есть он его не ощущает, но оно на самом деле есть. Вот это называется у нас жадностью. В этом смысле, если мы говорим про, ну, например, каких-то, знаете, людей, которые, ну, как мы видим, как будто бы перенасыщаются роскошью, перенасыщаются деньгами или перенасыщаются партнёрами их количеством, которые постоянно перебирают как будто бы этих партнёров, да, или ему нужно их больше, чем один, да, например, то мы говорим вот про это, игнорируя мое насыщение. Да, то есть я отрицаю, что мне что-то дали, я это себе не присваиваю, я отрицаю, что я получил что-то ценное, важное, и тогда возникает вот этот игнор того, что я на самом деле-то сыт, да. При этом насыщение по факту происходит, это очень важно, да, но человек не может это признать. Следующее у нас – это зависть. Зависть вообще – это очень хорошая штука. Зависть – это двигатель прогресса. Это такое переживание про то, что я увидел у кого-то что-то, и я могу предвкушать, предвосхищать, что у меня может быть то же самое. И тогда у меня на этой зависти как будто бы рождается энергия на то, чтобы это получить. То есть зависть всегда обозначает такую желаемую зону развития, желаемую потребность, которую я могу получить. Но если зависть у нас сопровождается таким, знаете, отказом себе в возможности это получить, это происходит через стыд, да, то есть я не тот, у кого это будет, я не тот, у кого это возможно, тогда эта зависть становится такой мучительной, тогда она начинает сопровождаться злостью к тому, кому я завидую, потому что я своим стыдом или какими-то своими представлениями о себе останавливаю для себя фантазию о том, что у меня будет так же. Поэтому зависть вот бывает таких двух видов. В одном случае она продуктивна, в другом случае, конечно же, нет. Следующее переживание, о котором мы поговорим, это влюблённость. Влюблённость – это такое эйфорическое состояние гормонального опьянения, которое сочетает в себе возможность идеализировать и при этом игнорировать, да, идеализировать достоинства и игнорировать недостатки другого. Всё это сопровождается такой эйфорией и постоянным предвкушением, потому что идеализация сама по себе, она порождает очень сильное предвкушение. Во влюблённости всегда присутствует определённый разрыв контакта с реальностью. То есть во влюблённости мы можем не видеть другого человека настоящим, таким, какой он есть. Мы как раз игнорируем его недостатки и идеализируем его, делаем его таким хорошим, замечательным, и вот за счёт этого мы поддерживаем такое собственное эйфорическое состояние и избегаем разочарования в каких-то недостатках или стараемся не замечать то, что нам не нравится или как-то нам вредит. И всё это очень сильно сочетается с таким желанием обладания. То есть предвкушение – это же такое ожидание обладания кем-то либо чем-то. Вот у нас это желание очень сильно там возникает и растёт. И это очень сильно отличается от любви, потому что в любви нет ни идеализации, ни игнорирования, но при этом это такое, знаете, самодостаточное переживание, которое легко проживается в безответном формате. То есть в любви нет как раз вот этой эйфории, нет желания обладать, нет страдания как будто бы такого от отсутствия обладания вот этим желаемым. Любовь прекрасно выдерживает дистанцию от объекта, и это достаточно зрелое чувство, которое, ну скажем так, не всем доступно. В этом смысле зрелая любовь – это такая вещь, когда я могу получать удовольствие от того, что я, ну если мы про человека говорим, да, от того, что я этого человека просто знаю, что он вообще на этом свете живёт. Я могу получать удовольствие от воспоминаний о том опыте, который с человеком был. Я могу при этом спокойно так прожить, отгревать невозможность быть с этим человеком вместе и при этом остаться вот в этой любви, в теплоте, в нежности, и не испытывать вот эту вот жуткую тягу и голод к тому, на кого эта любовь направлена. То есть, если мы кого-то любим, то у нас всегда есть ресурс признать, что это чувство может быть безответным, что оно может закончиться, например, и так далее, да, что отношения могут закончиться, потому что у нас есть силы и способность в том числе горевать по данному поводу. И, соответственно, на контрасте с любовью у нас есть такое чувство, как ненависть. Ненависть – это такая нереализованная ярость, которая сочетается при этом с зависимостью. То есть, не просто так у нас есть история о том, что от любви до ненависти – один шаг. Потому что ненависть, она очень говорит о том, что мы привязаны к этому человеку. То есть, сила вот этой ярости вместе с очень сильным стремлением к этому человеку, которого мы ненавидим, говорит о такой эмоциональной к нему зависимости. Соответственно, это большое стремление реализовать вот эту свою ярость, потому что мы, оказывается, очень перед этим человеком уязвимы. Мы, оказывается, очень много от него хотим. Нам, оказывается, он очень важен. И вот только тогда мы начинаем испытывать эту самую ненависть. Поэтому ненависть – это всегда обратная сторона зависимости. Здесь, ну, как бы от любви до ненависти имеется в виду, это такое образное выражение. По факту в ненависти, конечно, любви никакой нет. А там именно вот такое зависимое состояние, где у меня жуткая-жуткая потребность сконтактировать с этим объектом и таки реализовать, в том числе, вот эту самую ярость к нему. Дальше у нас на очереди обида. Обида – это такое переживание, которое, наверное, знакомо всем. И это такая сложная форма злости, которая у нас сочетается с таким, с обвинением и жалостью к себе одновременно. При этом злость к объекту выразить невозможно, потому что есть привязанность, есть вот эта связь с этим объектом, и страшно эту связь разрушить. Поэтому человек во время обиды, он эту злость не выражает, а он переходит в такую пассивную форму, когда, ну как быть, другой, на которого он обижен, как будто бы сам догадается, сам извиниться и сам пожалеет. То есть мне для этого ничего не надо будет делать, потому что если я вот что-то сделаю сам, то я рискую разрушить эти отношения. А так я как будто бы подстраховываюсь и с одной стороны не разрушаю отношения, с другой стороны вот сохраняю такую надежду на эту близость, на восстановление этой близости, но при этом чтобы человек сделал всю работу за меня сам. Вот таким образом обида у нас разворачивается в отношениях. И понятно, что обида чаще всего выражается вот такими манипулятивными способами, когда другой должен почувствовать вот эту свою вину сам, без какого-либо моего участия. И последнее переживание, про которое мы сегодня поговорим, это у нас одиночество. Вообще одиночество нужно отличать от изоляции. Одиночество – это естественное, нормальное чувство любого человека. это состояние, когда мы устанавливаем контакт с собой, когда нам никто в этом не мешает, когда мы понимаем, что вот в данный момент, если около нас никого нет, у нас при этом есть мы сами, да, то есть я сам с собой все равно вместе, но рядом со мной никого нет. И это такое нормальное, комфортное состояние. Одиночество, оно всегда сочетается, скажем так, с наличием каких-то эмоциональных и социальных связей. То есть я, с одной стороны, одинок в определенные моменты, мне это одиночество необходимо, чтобы встречаться с собой. С другой стороны, когда я захочу выйти из этого одиночества, у меня есть с кем установить контакт, пообщаться, как-то сблизиться и так далее. В этом смысле в одиночестве никогда нет переживания безвыходности. Одиночество никогда не бывает мучительным. А вот изоляция – это такая штука, которую мы как будто бы не выбираем, которая как будто бы переживается как вынужденная. То есть как будто я бы и хотел, но невозможно. И люди часто сами себе эту изоляцию создают ввиду того, как они строят отношения. То есть они сами на самом деле ни с кем не сближаются, но при этом говорят, что они находятся в изоляции, им очень трудно, им одиноко, вот у них там никого нет и так далее. Но при этом, когда мы начинаем с этими людьми как-то контактировать, мы обнаруживаем, что они на самом деле сами ни с кем не сближаются, не открываются, не говорят о своих чувствах и так далее. То есть как будто бы опять кто-то должен сделать эту работу за них, или они мечтают о какой-то близости, при этом не умеют ее сами строить. А вот одиночество – это такая очень комфортная вещь, когда она вариативна, когда я сам выбираю, когда мне побыть в одиночестве, а в какие моменты мне нужно оказаться с кем-то вместе и находиться в каком-то эмоциональном контакте. Вот, собственно, это мы поговорили про небольшой кусочек сложных эмоций, которые мы испытываем. Я надеюсь, что этот ролик будет вам полезен и поможет кому-то лучше разобраться в себе и как-то описать свои состояния самому для себя. Поэтому, если вам было интересно, подпишитесь, и мы встретимся с вами в моих новых роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!